МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Редкий случай, тишина. Я в саду, в деревне Красный Хутор. Сегодня 3 сентября. Браворные речи отзвучали. И дети пошли учиться. Дети пошли, абсолютное большинство, на каторгу. Вот. Изучать науки, пользы от которых ноль. Плюс еще и вред. Вред страшный. Отвращение к этим предметам, которых ничего не понимают и не поймут. Девчонки, если вы проходите логарифм, вы можете понять. Вот скажите, что такое логарифм? А? Хоть одна, хоть единственная, кроме учителей математики. А что это такое? А зачем вы его знаете? Ведь вы же когда муждинную зарплату считаете, вам хватает 4,10 арифметики. Вот. А соном два из них. Вот. Поделить и отнять. И вот получается, что годы чудесные проходят зря. Не просто проходят зря. Надо с чем-то напичкать эти самые, эти годы, особенно старшие классы. Надо, но не придумали толком чем. Когда-то появился 11 класс. Я его не застал. У нас была десятилетка. Мне охватилось головой. Я когда поступал в Москве, я провалил лучшего у страны. Я не смог сдать. Не потому что я дурак, потому что я долго думаю. Долго думаю. Вот. Я потом додумаю, но поздно. Вот. Так что-то характерно. Это значит, таких как я, от всего-то 2 часа. Вот. Таких как я надо это. Такие не проходят. Лучшие вузы. Вот. Краснодарский инсульт святых металлов я не просто сдал. Я там рядом сидел справа парень. Я ему решил задачи и прочее. Слева сидела девушка. Ей решил. Сзади за мной. Помоги, помоги. Решил. И спереди помоги решил. И все пятеро мы поступили благодаря мне одному. Вот. Там для меня это было настолько просто. Ну. Ну, а далее эти 5 лет в институте тоже большинство не пригодилось. Дальше было. Я говорю о том, что жизненное. То, что не потеряло и сейчас. То, что называется актуальность. Не потеряло. Поэтому где-то когда-то, когда я добьюсь успеха в основной моей профессии. Это несколько мировых открытий. Вот. Когда это будет признано. И когда мое слово будет что-то знать, значит, начнет изучать даже вот такие вещи. Ага. А Железов говорит, что толком нигде никогда не проходили производственную практику. Первое. Я металлург. Это я про учебу. Это учебу. Первого сентября не только школьники поступили. Вот. А еще и вузы и прочие техникумы. Вот. Я сейчас поговорю то, что серьезные вещи, которые, по-моему, не потеряли значение. Я приезжаю в Красноярск, в Норильск, родной мой город. Вот. Проходить производственную практику на медный завод. Мне дают шланг с сжатым воздухом. Дают то, что у нас называла соска. Это вставляешь шланг этот самый. То есть без противогаза просто шланг вставляешь в рот. И дышишь через это самое. Через противогаз. То есть через эти самые. Нижняя часть противогаза. Через фильтровальный этот самый аппарат. И вредные условия, да, шестичасовый рабочий день. Шесть часов я продавал сжатым воздухом. Все шесть часов. День, два, три, четыре. Не помню, сколько дней до практики. Месяц, два забыл. Вот. И я оттуда обогащенный знаниями металлургией уже конкретно. А вот. А это был плавильный цех медного завода. Повторяю, плавильный цех медного завода. Который я изучил. Шесть часов с утра. С первого часа до последнего. Сдувая пыль с агрегатов. Вот так было. Потом, когда я постоянно здоровью, я пускал уже здесь, в Саиногорске, алюминиевый завод. Начинал хорошо. Но здоровье все-таки этот момент подвело. Потом я с ним справился. Жестокими методами справился. На грани выживания. Но я переборол организм. Но был момент, когда меня поставили на учет и сказали, с корпуса уходи. Вот. Иначе сдохнешь. Я перешел на газоочистку. Поверьте, она в 10 раз чище была. Почему? Шведская, немецкая технология. Вот. Газоочистка современная. И вот там я, значит, поработал. Потом, значит, мне говорят, Шубка грамотный у нас. Травматизм страшный, аварийный страшный. А ты уже это изучил, корпуса изучил. Все. Давай-ка я его, это, ведущий инженер по охране, то знаю техники безопасности. Название громкое, зарплатишка низкая, но здоровье еще было слабое. Вот. К чему я это сейчас сказал? Да потому что, это, через меня проходили призывники, то есть они, это в армии призывники, а здесь проходили производственную практику те, кто кончал вузы и техникумы. Вот. И шли на завод, он же профильный был для многих, Костяковский край, сплошной металлургии. Вот. И все проходили через меня. Я приводил такого, очередного, как их называют, практиканта, да, производства практиканта. Я, допустим, в электроцехе говорил, начальнику цеха, что угодно делать, но к электроаппаратуре не подпускайте. Мало нам несчастных случаев. И тогда он садил их за стол, давал этим в руки паяльник и говорил, вот спаивайте, тренируйтесь. Больше ничего. Потом они возвращались в вуз и выходили с вуза, имея уже звание или там должность, или как там, инженер. Я уже начал забывать, как правильно называется, электросети или там электротехника. Второе я уже забываю. Вот. И много было подобных примеров. Вот. Али у нас эти самые электролизные ванны, там вообще штуровые. Вот тоже шланги с сжатым воздухом. А менять анонды не, не, не. Нельзя. Упадешь в расплав. Падали-то опытные даже. Опытные падали. Знаете, что такое настоящее производство сказать? Извините, разговаривался. Я могу говорить часами, сутками. Настоящее производство это когда инструкция по технике безопасности, где человек расписывается, что написано, что ногой, а ходили в валенках. Вот. Ну, это, в валенках, это не то, что холодно. Но и холодно. Зимой минус 40 в корпусах. Горячая печь, а отойдешь на 3 метра, минус 40. Прокаленные морозом эти, железобетонные, больше ничего нет. Железобетонные стены, голые. Вот. И в этом на инструкции написано. Наступать на анод, рабочий анод, нельзя. Вот. Это железное правило. Железный человек расписывается и идет, наступает на анод. И иногда в расплав попадает вместе с варенком. Вот. Почему? Потому что в отдельных случаях обслуживать анодные электролизные ванны, с это самое. Ну, невозможно просто, невозможно. Не наступишь, не обслуживаешь им все тогда. Это вообще, то есть, без этого, без наступления на обожженное анод, без наступания валенком обслужить невозможно. Почему? В руках тяжелейший лом. Магнитное поле такое, что невероятно. Этот лом кажется тяжелее, чем это. Тухбудовая гиря, когда его таскаешь. Если ты не упрешься на обоеванну, обо это, обонот, значит, ты ничего не сделаешь. А упрешься, шанс упасть есть. Вот это противоречие было всегда. Вот. Это была подлая вещь, но практически необходимая. Ну, за это же зарплату платили. Всякое бывало. Вот. Вот такая у нас жизнь. А сейчас я хочу, может быть, это будет вторая серия. Вот. Я просто анонс. То есть, прям была такая. Такая. Значит, сейчас наступило такое время, когда... Потом когда-то признают, что, в общем-то, на всех уровнях жизни, вот, на уровне семьи, муниципалитетов местных, вот, областных, республиканских в стране, что-то делало все не так. Я не о политике. Нет. Вот. От нас никто не спрашивает. Вот. Никто не спрашивает. Но начало прилетать. Перелетать через нашу границу. Уже есть жертвы, разрушения. Вот. А за этим всегда следует необходимость как-то быть готовым к этому. Кто из нас, мы обыватели, может похвастаться, что он не то, что там спецназовец по этому, который выкроется из любой ситуации. Вот. И то, что женщина в горячую избу войдет, и коня на скаку остановит, или хотя бы, это, за руль сядет и спасет семью, если вдруг. Вот. Тоже не каждый. А уже должно быть каждый. А когда-то у нас были вузы, в вузах. Военные кафедры. Только от них было мало. Я старший лейтенант запаса, командир огневого взвода. Я сейчас не смогу. Я вот ничего. Ну и там лица не помню. Но это понятно. Годы прошли. Вот. Но дело в том, что наступает такое время, что многие навыки, а вот мы, например, худо-бедно, ну, хотя бы тут повезло. Нас никто не спрашивал, мы все сдали экзамены на это, на шахтера-любителя категории B. А разве это нам помешало? А сейчас такое время, что все до единой должны иметь эту категорию. Не только парни, но... Я уже не говорю мужчины. Все, 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 все. Женщины тоже. Почему? Завтра умение водить руль спасет тебя жизни. И твоим детям, и твоим родителям. Дамы. Вот. А сегодня это не государственная программа. Я много сегодня наговорю. Друзья мои, это не государственная программа. Это личное желание. Это кого по жизни удобно иметь машину, ездить на дачу. Может быть связано с работой, а работа может быть далеко. Вот. И страшная цена. А это должна быть государственная программа. Вот. А теперь возвращаемся, будем возвращаться обратно в 11 класс. В 10-й, 11-й класс. Где нужно полностью отменить дебильнейшую школьную программу и начинать учить мальчиков и девочек в жизни. И вы догадались, первый пункт это умение. Заметьте, им будет 15, 16, 17 лет. Они все должны уметь водить автомобиль. Ну, категорию Б. Вот. Это начало пути другого. Не то, что грабительские цены, какая-то часть. Найдется ли желающих обучать? За деньги, конечно, идутся. Учитель, это по вождению. Школьная табель о рангах. Школьная, это не стабель о рангах. Это я шутя сказал. Вот. А в школьную это самое. Как это называлось? Ну, табель. Как где-то профессия перечисляется. На этом я заканчиваю. Не знаю, будет ли вы слушать второе. Потому что я расскажу такого, чего даже сегодня ни одному, не приходит в голову ни одному начальнику, ни на одном уровне. И как мне хочется вслед за, кто же эту песню-то пел, я забыл, из наших этих самых, самых популярных, которые кончаются словами. Эй, начальник! Эй, начальник! Давайте это, учить детей жизни. И молодых людей. И немолодых тоже. Вот. К нам идет беда. А мы только это. Чем дальше, чем ближе беда, тем больше музыкальных шоу. Вот. Я с этим не согласен. Об этом будет вторая серия. Продолжение следует...